В этом видео я вам покажу и расскажу, как разблокировать Discord, YouTube и все остальные заблокированные сайты. И для этого нам понадобится программа, которая называется «Запрет обход блокировки Дискорда и Ютуба», которую написал чувак с ником FlowSales. Не знаю, правильно прочитал ник или нет, но это не важно. Программа, естественно, находится на GitHub, и нам надо перейти на ее страницу. Ссылочка на страницу программы будет в описании под видео. Переходим, вот файлы этой программы, здесь нажимаем на кнопочку «Код» и здесь выбираем «Скачать zip-архив». Вот он скачан архив с программы и его нужно теперь разархивировать. После этой архивации переходим в папочку «С программой». Вот они файлики нашей программы и как работает эта программа. А эта программа работает точно так, как Goodbye DPI, то есть она изменяет размер пакетов. И система DPI не понимает, что пакеты идут именно с Ютуба или с Дискорда. Тем самым происходит разблокировка. Вы можете сказать «А нафига нам нужна эта программа, если есть ведь Goodbye DPI?» Кстати, видос у меня про Goodbye DPI на канале есть. Так вот, программа эта нужна для разблокировки Дискорда, у кого заблокирован Дискорд, и для тех, у кого не работает Goodbye DPI. Сейчас многие провайдеры научились уже блокировать Goodbye DPI. Несмотря на то, что разработчик этой программы говорил, что провайдеры заморются блокировать мою программу, а нет нихрена, провайдеры научились уже блокировать Goodbye DPI, и, например, мой провайдер ее блокирует. Ну как блокирует? Ютуб через нее не открывается. Какие бы я там конференции, настройки «Goodbye DPI» не использовал, Ютуб у меня через Goodbye DPI не открывается. Остальные сайты заблокированы, открываются. А вот Ютуб нет нихрена. Так что научились провайдеры блокировать Goodbye DPI, а эту программу еще провайдеры не умеют блокировать, и через нее YouTube работает. В том числе через нее можно открывать другие заблокированные сайты, если вы их сюда добавите. Здесь вот смотрите, есть вот такой вот TXT-шник, Leash General, открываете его, и здесь вот перечень сайтов, которые он разблокирует. Вот сюда снизу добавляете домен сайта, который вы хотите разблокировать, сохраняете и перезапускаете программу. И в большинстве случаев сайт у вас должен разблокироваться. Почему в большинстве? Потому что есть некоторые сайты, которые эта программа не разблокирует. Но если вам попался такой сайт, вам помочь Goodbye DPI. Так что вот для чего нужна эта программа. Ну и теперь давайте расскажу, как ей пользоваться. Значит смотрите, здесь есть у нас батнички. Батничков у нас дофига и больше. И чтобы разблокировать нам Discord, нам надо выбрать discord.bat файл и запустить его от имени администратора. Открывается такое консольное окошко и наш Discord разблокирован. Можно теперь пользоваться. Как запустить разблокировку YouTube? Закрываем это окошко. Выбираем GeneralBat. Запускаем от имени администратора. Открывается опять окошко консольное. И у нас будет разблокирован YouTube. Discord кстати тоже будет разблокирован. И остальные сайты. Как вы могли видеть в начале видео сейчас, YouTube у меня сейчас видео не открывает. Но сейчас у нас запущена программа и давайте обновим страничку. И пожалуйста, YouTube у нас заработал. Все отлично, YouTube теперь у нас работает. Кстати это видос про то, как пользуется GoodbyeDPI. Ну и давайте расскажу, зачем здесь остальные батнички. Остальные батнички, которые вот General, альтернатива 234, это для тех, у кого провайдер хитромудрый и у него нестандартные настройки по блокировке. Смотрите, вот если у вас батничек этот не заработал, General, пробуйте вот все вот эти вот остальные альтернативные. И какой-то из них у вас должен по-любому заработать. У меня же работает основной батник. Зачем нам нужен вот этот батник? Этот батник у нас проверяет наличие обновлений. Раньше такого не было. А вот сейчас недавно добавили, можно проверять обновления, не заходя на страницу программы на гитхабе. Что делают вот эти вот три батничка у нас? Значит, сервис GoodbyeDPI DiscordBat. При запуске этого батника у нас будет происходить разблокировка Дискорда вместе с работающей программой GoodbyeDPI. То есть вы запускаете GoodbyeDPI и разблокируете Дискорд через вот эту программу. То есть у вас работает GoodbyeDPI для разблокировки сайтов. И вы запускаете вот этот батничек, у вас разблокируется еще и Дискорд. Что делает батничек ServiceInstall? Сервис Install устанавливает программу на компьютер. То есть, чтобы не запускать вручную GeneralBat, вы устанавливаете программу на компьютер и она у вас стартует вместе с запуском Windows. И чтобы удалить эту программу с компьютера, надо будет запустить батник ServiceRemoteBat. И в заключение хотел бы сказать пару слов для параноиков, в котором везде меречатся вирусы и шпионские программы. В этой программе вирусов нет. Смотрите, берем архивчик и проверяем антивирусом. Антивирус нам пишет, что проверено 27 объектов, угроз 0. Берем папочку, проверяем антивирусом. Антивирус нам пишет, что проверено 26 объектов, угроз 0. Заходим на страничку с программой, опускаемся вниз. И здесь автор пишет специально для вас, что многие антивирусы в данный момент жалуются на HackTool, RiskTool и WindDiver. Это нормальное поведение, так как программа изменяет сетевые пакеты. Что с этим делать? Собрать бинарник самому из исходников. Доверять уже собранным или не использовать вовсе. И автор вам пишет, что вируса в его программе нет. Если вы не доверяете, вот оригинальный репетиторий с открытым кодом программы, из которого была собрана эта программа. Вот по этой ссылочке находится. Переходите и собираете точно такую программу себе сами. Ну, если не доверяете этой программе. Ну, или вообще не используйте. Я думаю, что вы пользоваться не будете. Потому что я думаю, что бесполезно таким людям что-то объяснять. Все равно они будут рассказывать, что здесь вирус. Как про Good Bye DPI. Под видосом мне писали они. На этом же, в принципе, все. Кому было полезно видео или понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения. Хотя хрен с ним, с этим колокольчиком. Не забудьте нажать на лайк и подписаться.